ДИАЛОГ 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 дел МВД Щелковская, отдел по делам молодежи, службы трудоустройства. Вот такие службы входят в структуру деятельности по данным вопросам. И естественно из этих структур приходит к нам информация о том или ином неблагополучии в семье. Зачастую это бывает информация классного руководителя, социального педагога школы о том, почему-то вдруг подросток перестал ходить обедать в столовую, почему-то подросток перестал у нас выглядеть опрятным, почему-то нет школьных принадлежностей. Классный руководитель первый человек, который видит вот это изменение с ребенком и который первый задает эти вопросы и мы находим на них ответы. Органы социальной защиты. Органы социальной защиты также проводят профилактику неблагополучия семейного, проводят на базе центра семья, который расположен у нас в Щелковое мероприятие, проводят обучение родителей, проводят работу психолога со многими семьями и там тоже выявляются те семьи, которым нужно пристальное внимание. Ну и конечно органы здравоохранения. Медик это тот человек, которым первым приходит в семью, когда человечек приходит в эту жизнь. Приходит патронатная медицинская сестра. Она первая видит, в какой дом она вошла, чисто ли, ждали ли появления этого ребенка в семье, все ли оборудовано для этого ребенка. И если вдруг видит какое-то неблагополучие, эта информация тоже направляется к нам в отдел. Ну и самое большое количество выявлений, это выявлениями органами внутренних дел путем составления протоколов по той либо иной статье административного кодекса. И могу я вам сказать, что протоколы как на родителей, так и на наших несовершеннолетних к нам в комиссию поступают из разных областей и весей, как из Щелковского управления внутренних дел, так и из московских управлений внутренних дел, так и из других областей и районов, с управлений внутренних дел на железнодорожном транспорте, на метрополитене, там, где бывают наши жители, и что-то с ними случается. Вот оттуда тревожная информация приходит к нам. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях комиссии по делам несовершеннолетних, работу которой обеспечивает мой отдел, уполномоченно рассматривать данные материалы так же, как рассматривают мировые судьи, федеральные судьбы судьи. Наша комиссия рассматривает все материалы, которые касаются несовершеннолетних и их родителей. Ну, вот вы сказали, что протоколы, это понятно, да, это когда уже, наверное, какие-то правонарушения совершили, да, так скажем, подростки несовершеннолетних, да? Да, конечно, конечно. Ну, а вот, ну, родители здесь, причем, скажем, написали протокол на отца, который, ну, немножко где-то там, не знаю, подрался с кем-то, да? Это же не значит, что такая семья стала неблагополучной. Нет, Сергей Михайлович, отец, который подрался, он к нам не придет. Если он совершил какое-то правонарушение, драку, побои, мелкое хулиганство в быту, не в присутствии своих детей, данные протоколы рассматриваются не нами. А когда у нас вывелены сотрудниками полиции по сигналу соседей, родственников информация о том, что в данной семье собираются компании, идет распитие спиртных напитков, в данной семье присутствуют маленькие дети, и данные мероприятия проводятся часто, то, конечно, этот папа попадет к нам, и обязательно на него будет составлен протокол. Как на папу, так и на маму. К большому сожалению, алкоголизируют двое родителей. К большому сожалению, очень любят праздновать праздники. Куда не придешь, в какой дом. А мы отмечали день рождения, то похороны отмечали, то Кристины, то тетки, то дядьки, то подруги. Одни праздники у такой категории наших жителей. Которые затягиваются еще потом. Конечно, затягиваются. А рядом с этими людьми, рядом с этими пьянками ходят малые дети, на которых никто не обращает внимания. Курят при них, сквернословят при детях. Идет полное пренебрежение интересами ребенка. Обязательно будет составлен протокол, обязательно мы будем рассматривать его и работать с данной семьей. Что я могу сказать? Раньше более стыдливые были. Вот я работаю в данном направлении около 15 лет. Более стыдливые были жители. Очень стеснялись того, что они попадают в зону нашего времени. Сильно раскаивались. Сейчас времена немножко, к сожалению, изменились. Стали более жестко, более недружелюбно относиться к своим детям. Пренебрегают детьми. В иной семье и с животными-то лучше обращаются, чем с детками в семье в таких семьях. И такое бывает. Приходишь в семью, а в семье нет постельного белья у ребенка. Либо лежит постельное белье нестиранное, я не знаю, какое время. У ребенка нет никаких игрушек, игр. Обязательно смотрим место сна для ребенка, место для занятия ребенка. Смотрим игрушки для ребенка. Но вот, к сожалению, вот долго, наверное, работаю, и есть возможность сравнить, идет пренебрежение интересами детей. Родители немножко сбиты с пути. Родители ошеломлены вот этим миром. Они испугались и остановились в своем развитии на каком-то уровне. Ну и, соответственно, и детям они ничего не могут дать. Потому что, когда приходят родители и разговариваешь, мир гораздо более широк. Нельзя останавливаться только на праздновании вот этих вот вещей. Вы должны дать красивую жизнь, 21 век на дворе. Пытаемся убеждать, пытаемся родителей направлять на лечение, оказывать им помощь. Пытаемся родителям оказывать помощь любую иную. Центр семья у нас всегда готов оказать и материальную помощь. И окажет помощь и в приобретении одежды, и в приобретении мебели той семье, которая в этом нуждается. Ну, вот так я понял, что сигналы могут поступать к вам и, скажем так, от неофициальных лиц, да? То есть от соседей, ну, если что-то произошло. Да, Сергей Михайлович. Сорвалась семья, да, и ушла в загул, да, соответственно... Губернатор Московской области, да, принят новый законодательный акт. Он называется о раннем выявлении случаев нарушений прав ребенка. И уже несколько лет мы работаем. Вот с новым законодательным актом нелегко нам работать, мы нарабатываем опыт. Но мы принимаем всю первичную информацию, когда вот только-только еще вот какие-то неполадки. Так какие неполадки? Звонят родители, соседи, например, что дети всю ночь кричат, плачут, детей никто не успокаивает. Конечно, мы вынуждены на такую информацию выезжать, реагировать и составлять всю документацию, которая будет свидетельствовать, есть ли риск нахождения ребенка в данной семье или нет. Зачастую сигналы не оправдываются. Не оправдываются те сигналы, которые приходят из новостроек. Там, где еще полностью не сделаны ремонты, там, где еще в квартирах гуляет эхо, и кажется, что вот дети целый день бегают, и никто за ними не следит. Но зачастую сигналы на самом деле правильные, и мы успеваем вмешиваться. Были такие случаи, когда молодые люди, вступив в брак, родив ребенка, оказываются на один на один, а не родители, никто их не приучили. Как вести домашнее хозяйство? У нас бывали такие случаи, когда мы выходим в семью и рассказываем молодой паре, как надо правильно перепеленать ребенка, как его накормить. Вместе с ними разбираем, как развести смесь для кормления ребенка. Вот эти все вещи. А уж в сопровождении дальнейшее, в оформлении документов, детские пособия, свидетельства о рождении, иные документы, здесь при необходимости специалисты Центра Семья Управления социальной защиты оказывают и ведут полное сопровождение семьи до того момента, когда мы поможем все, расскажем все. Бывают и такие случаи. Неужели, казалось бы, в наше время уже есть, уж если, как говорится, захотели ребенка завести, какие-то, ну даже не курсы, но хотя бы литература, информация от родственников, старших товарищей. К сожалению, у нас информация вся сейчас в социальных сетях переписывается с подружками, с друзьями, где-то чего-то и как-то, зачастую непристойная переписка, а вот информация в интересах детей, познание, вот она, к сожалению, вот где-то на второй план отходит. Ну давайте вернемся вот как раз, когда у нас семья перестала быть благополучной, да, ну да, до протокола полицейского еще дело не дошло, вот как раз, когда наступает эта грань, когда уже вы перестаете заниматься, да, и передается это дело правоохранительным органам. А мы никогда не перестанем. Если мы открыли случай нарушения прав, где мы посчитали, нужно небольшое наше внимание. Помощь психолога, юридическая помощь в оформлении документов, педагогическая помощь в обучении навыкам общения с ребенком. Когда мы видим, что вот это не срабатывает, и вдруг случается вот какое-то ЧП, мы находим эту семью, которая пьет, гуляет на улице, коляска находится в нескольких метрах от родителей, порой, у нас были такие случаи, забывают вообще про коляску, вот тогда вступают в дело правоохранительные органы. Они пресекают административное правонарушение. Но и после составления протокола, после его рассмотрения и вынесения наказания данному родителю, эта семья находится у нас на учете. Мы составляем план реабилитации данной семьи. Мы даем поручение органам внутренних дел, теперь периодически, может быть, раз в квартал, при необходимости раз в месяц вечером посматривать на эту семью. Мы даем поручение органам социальной защиты обеспечить данной семье работу психолога с данными родителями. Мы даем поручение образовательному учреждению, если дети у нас учатся в школе, чтобы детям этим было уделено особое внимание. Потому что там, где неблагополучие в семье, естественно, родители ни обучением не занимаются, ни развитием детей не занимаются. Поэтому мы даем поручение школе уделить внимание данному ребенку, оказать помощь в преодолении учебных задолженностей, школьных задолженностей. Как правило, это бывает. И мы обращаемся в органы по делам молодежи, чтобы они оказали помощь в трудоустройстве тех или иных несовершеннолетних из этих семей в досуговую деятельность организованную. Но это они еще могут учиться, да? Да, конечно, конечно. В школе там либо? Разные категории. Из разной категории возрастные попадают, живут в семьях неблагополучных. Поэтому мы разрабатываем план на заседании комиссии. План рассылается во все субъекты системы профилактики с указанными сроками и с указанными сроками отчета по исполнению данного плана. Если надо, внесем корректировку. Ну и большой праздник у нас, когда мы снимаем с учета семью по исполнению индивидуально-профилактического плана или по исправлению. Часто такое происходит? Не часто, к сожалению. Не часто. Бывает так, что снимем семью. Продержались они у нас год и все, и опять сорвались. Заново начинаем идти той же дорогой. И так будет до тех пор, пока детей мы не вырастим. Что делать? У нас стратегия государства в интересах детей разработана, которая говорит о приоритете семейной формы воспитания. И ценность семьи нашим государствам сейчас стоит на первом месте. Поэтому сколько раз надо будет пройти этот путь сначала, столько будем вместе с семьей проходить. Хотя вы понимаете, что это непросто мне сейчас это рассказывать. Но говорить тех родителей, которые уже ленятся, которым не хочется делать ничего, это очень большой труд. Ну и здесь уже возраст ребенка не играет роли, да? Нет, не играет роли. И маленький ребенок, и школьник, и подросток, конечно, конечно. Ну вот, раз уж в нашем разговоре появилась такая некая криминальная составляющая, мы поговорили, да, о родителях, мягко говоря, несознательных, да? Ну, когда уже дошло дело до вмешательства в правоохранительных органах. Но ведь не секрет, что и подростки-то у нас тоже бывают, так скажем, несознательные, да? И зачастую протоколы составляются на них за их какие-то прегрешения. Ну, я не буду говорить преступления, но давайте какие-то правонарушения. Вот с этим у нас как ситуация? Сергей Михайлович, что вы по этому поводу я могу сказать? Вот первая отправная наша точка будет о том, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, у нас достигает возраста привлечения к административной ответственности. Из-за правонарушения он привлекается к административной ответственности так же, как и мы с вами. Распили мы с вами бутылочку пива-то в общественном месте, на нас будет составлен протокол. Также будет составлен протокол и на подростка. Вот если сегодня родители знают, смотрят нашу передачу, то мне хотелось бы, чтобы они понимали, а чего это вдруг их ребенка потянули в полицию? Все, дети выросли. Далее, что я хочу сказать. У нас есть подростки, которые и до достижения 16 лет совершают правонарушения. Есть такие статьи кодекса, как нахождение несовершеннолетнего, недостигшего 16-летнего возраста в состоянии опьянения или употребление им спиртной продукции, либо наркотической продукции. Здесь уже штраф накладывается на родителей, но за то, что подросток у нас употребил алкоголь. А, к сожалению, к большому цифру у нас остается стабильной по употреблению алкоголя. Только за 2016 год у нас были рассмотрены 111 материалов на несовершеннолетних, из них 70 протоколов за употребление алкоголя. Работаем с подростками, объясняем, что образец поведения, когда пошли, попросили какого-то дядьку купить им спиртного, что все это неправильно. И разъясняем с того момента, что никакой порядочный мужчина, никакой порядочный гражданин Челковского района не должен вам покупать спиртное. Так же, как и не купил бы своему ребенку. Вот начинаем отсюда подростку рассказывать. И рассказываем, что есть другие образцы подражания. И рассказываем о том, как их ровесников президент награждает государственными наградами за совершение подвигов. Вот что рассказываем детям. Надо немножко им другую жизнь показывать, что они могут и другие поступки совершать. И не всегда это дети из трудных семей. Много детей и из благополучных, казалось бы, семей. Никогда не забуду, когда у нас был случай, девушки у нас отмечали сдачу экзамен шампанским, и был составлен протокол, они на улице, на детской площадке, умницы, красавицы. Я говорю, а как в школе-то у вас дела? А в школе все хорошо. Гордость школы. У них 16 уже было? Да, да. Круглая отличница, гордость школы. Вот и такие случаи у нас бывают. Но это скорее недоразумение, наверное. Ну, наверное, да. Кто-то из девчат несчастную любовь. Вот таким образом как-то. Ну, работаем. Но это не злостные лица, которые употребляют спиртную продукцию, но с ними тоже надо работать. И тоже в течение какого-то времени мы следим за судьбой этих подростков. И при благополучной информации, что все благополучно, повторности в правонарушениях нет, мы с этими подростками расстаемся. Ну, вот раз уж зашла речь о спиртном, ну и табак туда тоже, наверное, присовокупим. У нас очень часто сейчас проводятся в районе, в городе рейды. И администрация проводит, и совместно с полицией. Рейды как раз по выявлению вот таких торговых точек. Ну, вот как-то в основном в отчетах идет то, что нет лицензии на торговлю спиртной, торгуют контрафактной продукцией, торгуют в неурочное время. А вот о том, что они еще и продают несовершеннолетним эту запрещенную продукцию, как-то вот, ну, не так честно говорится. Подробно можете сказать? Работа эта, конечно, ведется. Вот контрафактная продукция без лицензионной продукции и ночное время, Конечно, это экстренные меры после случаев наших с Боярышником в других городах и весях. Это обосновано, и это надо, и это правильно. А наша работа по пресечению фактов продажи подростковых спиртных напитков, табачной продукции, она как велась, так и ведется вместе с органами внутренних дел. Здесь у нас органы полиции, это их ведущая роль. Ну, а мы так немножечко подталкиваем, что все, пришло время. В этом квартале мы не выходили, мы не смотрели. Давайте вместе рейд проведем. Эта работа ведется. В 2016 году нами были изучены работы 46 учреждений торговли. Были выявлены... Официал по району, да? Конечно. Были выявлены факты продажи. Ну, могу сказать, что не растет количество. Не растет количество учреждений, которые продают спиртное. Как правило, вот сейчас даже когда рассматриваешь протокол, мы же устанавливаем причины и условия совершения подростком административного правонарушения. И мы всегда задаем вопрос, а где приобрел? Каким образом? Так вот, сейчас все подростки у нас хитрые. Все просят либо друзей взрослых, либо прохожих приобрести спиртную продукцию. Вот сейчас вот такая пошла тенденция. Ну, работа эта ведется. Зачастую родители возмущенные, когда приходят на рассмотрение протокола, мы рассматриваем обязательно с участием родителей. Вот это вот моему сыну продаем. Да, мы вашего сына и вашу дочь от всех искушений не сможем вот оградить. Наша задача нашим детям рассказать, как правильно уйти от этих искушений. Как не пойти покупать это спиртное. Вот такую модель поведения и такую модель жизни, чтобы мы не предъявляли претензии, вот продали. Чтобы наши дети не шли и не покупали. Чтобы пошли купили минералки. Хочешь пить, купи минералки. Ну, а поделитесь секретом, что вы можете сказать, скажем, тому же подростку, чтобы он минералки купил, а не пивка. А что я говорю подросткам? Конечно, очень много покупают энерготоников, тоников, всяких таких суррогатов, таких как виноградный день. Я говорю, да, лицо, которое держит такие предприятия, которые выпускают такую продукцию, оно может позволить содержать свою семью, своего ребенка. Но здесь я немножко, конечно, утрирую. Но так понятно будет для детей. Ребенка и в лучших образовательных учреждениях организовать лучший отдых. А мы с тобой от этого ничего не получим, кроме неприятностей. Неприятна наша сегодняшняя встреча, но лучше бы она была в других обстоятельствах, на Олимпиаде бы, на спортивных бы соревнованиях. Поэтому не надо кормить тех людей, которые втягивают вас вот в эти вещи. Ну вот пытаюсь так рассказывать. Ну и дети-то умные у нас. Дети сейчас опережают нас. Только с ними надо правильно входить в доверие, и с ними надо общаться, интересоваться. Они иной раз, я смотрю на родителей, смотрят со снисходительностью. Ну они знают больше нас, конечно. Ну да, конечно. Во многом. Конечно, во многом. А мы рядом с ними, оказывается, как дети. Многие родители на это покупаются. И считают, что их дети уже взрослые. Но это огромная ошибка. До 18 лет входить в психологический контакт, иметь доверие с ребенком необходимо. Их психика и их жизненный опыт не такой, как у нас. Мы с вами в 5 минут сориентируемся, как выйти из сложной ситуации. А у подростка, какой бы он умный ни был, его социальный жизненный опыт очень маленький. И он растеряется, и он окажется маленьким. Вот здесь вот родители зачастую у нас обманываются. Вот он уже большой. Да, где-то большой, а где-то еще совсем маленький. Мы всегда должны быть рядом. Спасибо, Татьяна Борисовна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Щелковского муниципального района Татьяна Васильева. Напоминаю, телефоны нашей студии 567-1440-567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжение следует. Продолжим наш диалог. В первой половине нашей программы говорили о самом распространенном правонарушении, которое совершают подростки. Не только у нас в районе, я думаю, и в целом по стране процент примерно одинаковый. Это употребление, злоупотребление спиртных напитков. Но, тем не менее, наверное, этим дело не ограничивается. Какие еще правонарушения актуальны для нас, для нашего района? Ну, есть правонарушения различные. Это и мелкое хищение, и мелкое хулиганство. Но вот сегодня, пользуясь случаем, что я нахожусь в этой студии, что у нас уже вовсю пахнет весной, я особое внимание хочу уделить такому правонарушению, как проезд в местах, не приспособленных для проезда, в железнодорожных составах. И проход железнодорожных путей. Это правонарушение на железнодорожном транспорте. Вот здесь беда-беда. Вот здесь то, что всегда приносит беспокойство в работу комиссия в весеннее время. Начинают у нас подростки ездить на дни открытых дверей. Начинают у нас подростки искать место дальнейшего своего обучения. Проявляют самостоятельность. Ездят без родителей. Хочется сэкономить денег. Хочется показать свою лихость удаль молодецкую. И вот здесь приходит беда. Статистику за 2016 год мы подвели. И что я хочу сказать. Меня она совсем не порадовала. В 2015 году доставлялись в органы внутренних дел на железной дороге 80 жителей Щелковского района. В 2016 году цифра, к сожалению, та же. Радует то, что не были доставлены жители наши. Состояние алкогольного опьянения. Они не совершили преступления у нас на объектах железнодорожного транспорта. Но у нас в 2015 году было на учете составило 27 зацеперов. В 2016 году у нас 18 зацеперов. То есть все-таки цифра снизилась? Цифра снизилась, но все равно она великая. 18 детей – это тех, кого мы выявили. Это тех, кого выявила транспортная полиция. Это тех, кого мы смогли остановить. А вы же сами все пользуетесь железнодорожным транспортом. И знаете, и видите, что происходит. Зачастую у нас не знают только этого родители. Зачастую родители в полной растерянности, когда на комиссии начинаем разговаривать, что от своих детей они этого никак не ожидали. Поэтому, уважаемые родители, я сегодня очень прошу вас, вступайте в доверительные отношения со своими детьми. Ну, будьте рядом с ними. Сохраните вот эту духовную ниточку интересов родительских и детских. Потому что зачастую один парень сказал, я так боялся поехать на этом составе, но я не мог сказать нет. Ну, разъясните детям, как это сказать нет. Да я должен, забыл к маме бежать, мама без ключей. Да у меня, оказывается, вот частота. Но учите ребенку, как мягко выходить из трудных ситуаций. Потому что, к сожалению, двое жителей Щелковского района в 2016 году погибли на объектах железнодорожного транспорта. Это не зацеперы, это не зацеперы. Это проход железнодорожных путей в неустановленных местах. А зачастую мы знаем, что наши подростки переходят железнодорожные пути и в наушниках, и невнимательно смотрят. Поэтому вот это самое, в преддверии лета, самая острая тема. Стараемся что-то сделать. Стараемся и выступать на родительских собраниях. И приглашать на родительские собрания представителей железной дороги. Представители железной дороги и детям, и родителям показывают ужасающую фотографию, какие травмы бывают. Но пока ситуация очень сложная в этом вопросе. Ситуация сложная в этом вопросе еще и потому, что как бы легко отделались. Заплатили штраф 100 рублей и легко отделались. Пронесло в этот раз. А кого-то не пронесет. Поэтому, конечно, все комиссии по делам несовершеннолетних во главе с комиссией Московской области вышли с инициативой правотворческой, чтобы размер штрафа за данное правонарушение был увеличен. Кто-то родители, если не понимают серьезность вот этой ситуации, они поймут эту серьезность, когда выложат определенную сумму от 2 до 5 тысяч за совершение данного правонарушения. И тут уже придется поговорить с подростком. Вот такая ситуация, которая нас сейчас пугает. Ежеквартально проводим мы свои мероприятия на железной дороге. Ежеквартально, спасибо вашей службе, выходит репортаж о проведении совместных рейдов с железной дорогой. Вот такая работа ведется. Но вот сегодня еще раз я нацеливаю родителей. Не успокаивайтесь. Наша родительская доля такая, быть тревожными. Я сейчас предлагаю нашим зрителям посмотреть, как раз один из таких репортажей, которые мы снимали прошлым летом, о том, как проводятся рейды и, соответственно, к какому результату это может привести. Давайте посмотрим. Опасная шалость, рисковая игра. Зацепинг или по-простому проезд снаружи поездов сегодня особенно распространен среди подростков. А значит, его надо пресекать. Рейды против зацеперов в Щелковском районе проводятся регулярно. Один из них организовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Щелковского района. Сотрудники МУ МВД России и Щелковская совместно с линейным управлением МВД России на станции Мытища. Наказать нарушителей и, самое главное, провести профилактические беседы поставили свои цели участники. Они считают, что зацепинг – это способ самовыражения, выработка адреналина, борьба со страхом, а иногда даже и игра с полицией. Но когда нарушителей ловят, они говорят – не успевали на электричку. Проезд на крыше, между вагонами или на хвосте поезда – развлечение опасное. Понимают для нарушителей, что напряжение контактной сети доходит до 27 тысяч вольт, а средняя скорость электрички – 110 км в час. Одно неосторожное движение и, если не летальный исход, то тяжелые травмы гарантированы. Наказать за такую езду можно, как за проезд в неустановленных местах. Но можно ли отучить? Ведь штраф на сегодняшний день всего 100 рублей. Этим не напугать. А значит, максимально важно проводить профилактические беседы с потенциальными участниками зацепинга. А огромную роль в этом могут сыграть родители. Я считаю, что в первую очередь это работа в семье должна быть. Если ребенок ничем не занят, он, конечно, будет себе находить интересы по компаниям неблагополучным. То есть, если ребенок будет днем не ездить на электричке, а заниматься футболом, к примеру, или плаванием, чем угодно, то, конечно, он там будет выплескивать все свои эмоции, ему не нужна будет эта электричка. Зацепинг – мероприятие круглогодичное. Но основной сезон приходится, как правило, на весенний-летний период. Поэтому и рейды чаще всего проводятся в это время года. Ну вот, если цифра зацеперов зафиксированных, так скажем, снизилась, как вы сказали, в прошлом году по сравнению с позапрошлым, значит, наверное, есть в этом, конечно, и доля вашего участия. И такие рейды, наверняка, конечно, приносят определенную пользу. Я единственное, что вот вы тоже затронули тему, так вот, Татьяна Борисовна, что не только зацеперы, да, но и вот заканчивается зачастую трагедией переход в неустановленных местах той же железной дороги, ну, наверное, не только в неустановленных, но и вот, вы правильно сказали, что в наушниках. Я просто тоже хочу обратиться со своей стороны к подросткам, потому что у самого тоже дети, в общем-то, правда, уже взрослые, но, тем не менее, и не ходите вы в наушниках ни через дорогу, ни через железную дорогу, ни через автомобильную, потому что, я говорю, постоянно за рулем сидишь, вот он ведет, ничего не слышит, музыка играет, ну и, конечно, не надо пользоваться мобильными телефонами на ходу. Подождите, перейдите дорогу, и все будет нормально. Подождать, не знаю, сколько там, 10-15 секунд, ничего не случится. Ну, а какие еще мероприятия по линии, по линии вашей работы проводите? Ну, вот, Коля, у нас пошел разговор по профилактике травматизма, по профилактике трагических событий с несовершеннолетними. В этом году начали новый вид работы, тоже был обусловлен в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями в различных регионах России, когда в ветхом жилье без присмотра неблагополучной семьи, различной ситуации, страдали дети от пожаров. Поэтому в этом году по поручению руководителя администрации Алексея Васильевича Валова, нами была начата работа по установке пожарных извещателей в семьи, где это необходимо. В первую очередь мы совместно со службами составили список тех семей, которые проживают у нас в Вестхом частном жилом фонде. Посмотрели семьи многодетные, там, где в какой-то момент дети остаются без внимания. Посмотрели семьи благополучные. И с отделом гражданской защиты, со службой спасения Щелковского района, нами начата работа по установке пожарных извещателей. Согласовываем с семьей, приезжаем в семью, рассказываем, для чего это надо, как это действует в датчик пожарный извещатель, и как он может помочь в той ситуации, когда вдруг дети окажутся под надзором. Вот эта работа начата. Уже поставлены у нас пожарные извещатели в 27 семьях. Не всегда находим отзыв. Понимание, да, со стороны семьи. Не всегда находим бы там бы, где бы вот прям край как надо. Но все равно убеждаем, и вот эти мероприятия проводим. Я считаю, это очень важная и нужная работа. Мы тоже ездили с вами на такое мероприятие. Да, были. Один раз, поэтому предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, и узнаем о том, что же такое датчики пожарной сигнализации. Да, пожарные извещатели. Пожарные извещатели, да. Давайте посмотрим. В момент, когда опасности не избежать, нужно хотя бы оперативно отреагировать. Быть начеку в случае угрозы пожара поможет вот такой небольшой датчик. Установку дымовых пожарных извещателей в домах семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, провела администрация Щелковского района. Установка датчиков проводилась в течение летних месяцев по поручению руководителя администрации Щелковского района. Главная цель в случае пожара – избежать травм среди детей. Ставятся эти извещатели, чтобы в любое время, не дай бог там что-то приключится и какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства будут, чтобы эти извещатели сработали, и даже не они так, соседи, могли услышать эти извещатели и сообщить в экстренные службы, для того, чтобы немедленно среагировали. Датчики дымовых пожарных извещателей реагируют на любой дым, будь то возгорание на плите или забытая сигарета. Предупреждают об опасности звуковым сигналом. Программа по установке таких датчиков в Щелковском районе будет продолжена. Особое внимание уделят семьям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, давайте немножко к другой теме. Ну, тоже, естественно, касается подростков наших несовершеннолетних, которым, естественно, зачастую совершают правонарушения, о которых мы говорили, просто потому, что им нечем себя занять. Ну, такое есть направление, особенно в пору летнего отдыха, когда каникулы длинные, и ехать некуда, а может быть и не на что во многих семьях сейчас тоже такая ситуация. Но, тем не менее, насколько я знаю, очень многие пытаются трудоустроиться на время летних каникул. И, естественно, вы сотрудничаете вместе со службой занятости нашего района. Как удается отстаивать права несовершеннолетних в этой ситуации? Сергей Михайлович, ну, трудоустройство – это не единственный вид организации летнего отдыха. Уже на прошлой неделе, да, наверное, две недели назад, уже прошло первое заседание Координационного совета по организации летнего отдыха несовершеннолетних Щелковского муниципального района. Уже все образовательные учреждения, уже наши лагеря «Лесная сказка юнормейц» готовятся к принятию наших подростков в летние каникулы. Это огромный пласт работы. И призываю сегодня родителей не лениться пользоваться теми благами, которые имеются у нас в Щелковском районе. Можно организовать отдых своих детей и на территории школы. Это лагерь с дневным пребыванием. На территории лагеря «Юнормейц», на территории лагеря «Лесная сказка». Вся возможность есть. Зачастую родители пассивно относятся к этому. Но наша с вами задача тогда, когда вы на работе, а дети наши не в школе, а целый день дома, все-таки правильно организовать их свободное время. И вот в это же время у нас с вами и начинается трудоустройство подростков. Всех желающих мы стараемся устроить. Очередь лета у нас большая на трудоустройство. Много желающих. Много желающих, да. Поэтому эта работа организовывается и она ведется. Что еще хочу сказать родителям, тем внимательным родителям, тем родителям, которые ответственно относятся к воспитанию детей. Весь летний период будут работать кружки и секции на базах спортивных учреждений, на базах клубов, организации культуры и досуга. Вы, пожалуйста, знаете об этом. Приходите в эти организации, приходите в свои дома культуры, в клубные учреждения, разговаривайте, где сможет заниматься ваш ребенок. Ваша задача своего ребенка обезопасить и организовать правильно, свободное время. Так, чтобы вы могли спокойно находиться на работе и чтобы дети наши могли оздоровиться. Вот это главная задача нашей совместной с вами работой. Теперь давайте забежим немного вперед. Ну и с другой стороны глянемся назад. Я имею в виду, что у нас уже закончились школьные каникулы, летние самые длинные. Настала пора идти в школу. Но не у всех, наверное, хватает средств. Я имею в виду, семьи, которые нуждаются в какой-то поддержке. Не у всех хватает средств, чтобы даже элементарные учебники купить. Понятно, понятно. Поэтому я знаю, что вы тоже оказываете поддержку таким семьям. Понятно. Есть такие ситуации, есть такие непростые жизненные ситуации, когда Щелковский муниципальный район приходит на помощь. Эта работа ведется у нас уже три года. Начиналась эта работа с того момента, когда на территорию Российской Федерации начали приезжать беженцы с территории Украины. И вот тогда тем семьям, которые оказались в сложнейшей жизненной ситуации, без домашнего очага, которых приютили родные и близкие, было оставлено все самое дорогое. Это мы работали на приобретение и зимней одежды, и школьных принадлежностей, да и школы для вот такой категории наших жителей. В данный момент данные категории жителей уже, ну, как-то устроились, укоренились на нашей территории. Начинаем подходить к тем семьям, которые в силу материального своего благосостояния не всегда могут обеспечить всем необходимым школьника, который идет в школу. Поэтому с участием всех общественных организаций, и организации «Красный крест» в Щелковском районе, и общественной палаты, с участием Уполномоченного по правам человека в Щелковском районе, с участием наших предпринимателей, которые оказывают помощь в приобретении канцелярских товаров, школьных принадлежностей, мы проводим праздники для наших семей в преддверии 1 сентября. Всегда проводятся они интересно, красиво, дети радуются, мы всегда делаем общий снимок красивый. И это мероприятие стали же традицией для Щелковского района. Это по окончании праздника Дня города, мы для детей делаем праздник, соберем ребенка в школу. И всем нуждающимся мы стараемся обеспечить всем необходимым, чтобы ребенок не чувствовал себя обиженным, обездоленным, и как-то отличающимся от других детей, где есть достаток. Давайте покажем нашим зрителям о том, как проходило это мероприятие в прошлом году. В семье Боевых точно знают, собрать ребенка в школу не так-то просто, особенно если детей в семье несколько. Елена воспитывает 12 сыновей и дочек, пятерым вручили школьные принадлежности в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Уже в третий раз благотворительная акция помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая приехавших с Донбасса. Спонсорами выступили крупные щелковские предприятия и компании – «Щелково-аграхим», «Щелково-хлеб», «Русская бакалейная компания», «Гиперглобус», «Щелковский заво вторичных драгоценных металлов». Мы все должны понимать, что мы все вместе. Вместе мы решим все проблемы для того, чтобы каким-то образом в этой непростой ситуации политической, экономической найти возможности поддержать друг друга. Школьные принадлежности получили более 80 детей – ученики начальных классов, преимущественно те, кто в школу в этом году пойдет впервые. А в новеньких рюкзаках уже лежит все, что понадобится в учебном году. Ребята такие подарки оценили по достоинству. Татьяна Борисовна, в начале нашей программы Вы упомянули о том, что сейчас очень многие молодые мамы черпают информацию из соцсетей о том, как ухаживать за маленьким ребенком. Но я думаю, что это не только молодые мамы, но и наши с вами подопечные, несовершеннолетние, тоже очень много времени проводят в соцсетях. И зачастую там, наверное, не всегда информация соответствует действительности. С вашей точки зрения, какая польза, какой вред от соцсетей? Задели больную тему. Польза, конечно, это непосредственное участие, если брать нашу территорию, жизни района. Польза – это быть в курсе всех событий, всего того, что происходит в Щелковском районе, тех изменений, которые происходят в Щелковском районе. Но не люблю я эти социальные сети в руках наших подростков. Знаете, во всех образовательных учреждениях начата работа по информированию родителей, насколько вредны и опасны бывают социальные сети для наших с вами детей. Не покупайте вы им эти смартфоны, дайте простой кнопочный телефон, чтобы можно было быть на связи со своим ребенком. А хождение по социальным сетям порой занимает всю жизнь. Знаете же, на телевидении, на родительских собраниях, в образовательных учреждениях мы с вами ведем разговор о тех группах смерти, в которые сейчас втягивают наших детей. Знаете и такое название, как «Синий кит». И есть живые примеры, когда буквально за часы, за дни до гибели подростка удавалось не в нашем районе, в других районах, вытаскивать ребенка вот из этой опасной игры. Поэтому, родители, сегодня я призываю всех вас установить полное доверительное отношение со своими детьми. Вместе с ними или без них просматривать их контакты. Если мне удается просматривать контакты, и моим работникам, работникам моего отдела, очень большую часть рабочего времени и нерабочего времени мы тратим для проверки социальных сетей. Мы выявили уже несколько подростков, которые играют в эту опасную игру. И поверьте, уважаемые родители, вся информация будет направлена в следственные органы, в правоохранительные органы. И спрос уже тогда будет другой. Как мог родитель не увидеть изменений в поведении подростка? Это и тревожность подростка, и отдаление подростка. Это бессонные ночи. Как только мы видим, что ребенок у нас в 4.20 не спит, вас это должно насторожить. Я не пугаю вас, но ситуация настолько серьезна. Нашим детям объявили войну. И наша с вами задача выйти на эту войну и защитить своих детей. Они неразумные. Их шантажируют. Они, вступив случайно даже, может быть, в эту игру, подвергаются глубокому шантажу, что они не могут и разные формы угроз присылать нашим с вами детям. Поэтому сегодня, Сергей Михайлович, вот, может быть, в завершении успею я сказать или нет разговора, призываю родителей, что обязательно надо проверять контакты наших детей. Это жизненно необходимо. Большое спасибо, Татьяна Борисовна, за советы нашим родителям, тех, у кого еще не совершенно летние дети. Конечно, очень много проблем в наше время бывает по сравнению даже с прошлым поколением. Спасибо за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. И вам спасибо, что пригласили. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Щелковского муниципального района Татьяна Васильева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова